В Иванове дан старт юбилейный 80-й легкоатлетической эстафете. В этом году в ней приняли участие 147 команд из областного центра, более 2,5 тысяч спортсменов. Рекорд эстафеты по численности пока не побит. Самым массовым первомайский пробег был в 1985 году. Очень много иногородних команд. Это родники, фурманов, Вичуга, Шуя бежали. И много было промышленных предприятий, которые, к сожалению, сейчас не выступают. Тогда выступало 185 команд. Участие в эстафете всегда считалось делом почетным. Для забегов по городскому кольцу отбирали лучших. Успешные спортсмены в прошлом, а ныне ветераны спорта заняли почетные места, чтобы наблюдать за достижениями молодежи. Я участвовала в эстафете на приз газеты «Рабочий край» 8 раз. 4 года за Ивановское педучилище и 4 года за Ивановский пединститут. Поскольку я была все-таки выносливо, занималась лыжным спортом, мне всегда давали очень сложный этап. Или в горы от кинотеатра «Мир» до текстильного института, или по улице 10 августа. И когда мне передавали эстафету 3-й, 4-й, я всегда выводила команду на первое место. За время чувствования эстафеты не раз менялся маршрут, дата пробега, места, финиша. Неизменно оставалась традиция раз в год выходить на старт. Даже Великая Отечественная война не стала препятствием для Ивановской эстафеты. «Это вообще очень такая значимая эстафета не только у нас в городе Иванове, а вообще такая эстафета во всей России четвертая по возрасту. И это, конечно, праздник не только для спортсменов, это праздник для жителей города. И мы эту эстафету собираемся не только поддерживать на этом уровне, но и делать все возможное, чтобы ее рамки расширять». Если год от года возраст первомайской эстафеты увеличивается, то состав ее участников молодеет. Пожалуй, неизменным атрибутом легкоатлетического пробега все эти годы остаются эстафетные палочки. Они должным образом маркированы, чтобы исключить в обмену, а потому являются своеобразным ключом к новым рекордам и новым победам. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ, Иваново.